Авторы Малышевы По внутреннему предчувствию какому-то Скажет человек такой Копайте здесь Тогда вместе указанным найдут люди все, что обещано В большущем почете находились в старину рудознатцы По всему простору великому От границ монгольских до студенного моря Оберегали своих рудознатцев сибиряки Заботились о них Защищали Люди эти обычно добрыми необычайно были Странными причудами отличались А злодеи стремились в таинство их ремесла проникнуть Раскрыть загадочность странного поведения Бывало вот ходит такой злодей по следам старика рудознатца Примечает каждое его движение Каждый его взгляд А понять, что к чему, не способен Вроде бы и усвоил правила основные Приметы там важные Золото самородное находится под почвой На которой жимолость растет Но не только кустарник этот А в сочетании с набором из десяти трав Ага Вроде бы и усвоит самозванец правила рудознатца Возгордится, что постиг таинство великое Природу он всю постиг Покажет мужикам сибирским Копайте здесь Но ничего у него не получается Одни напрасные мечтания Выкопают они и один шурф, и другой Но только нет ничего В насмешку и крупинки золота даже не найдется Будто и не водилось оно здесь никогда Помолчаются мужики Помучаются некоторое время И прогонят они этого самозванца с позором Имена обманщиков молва и не сохранила А имя талантливого человека прославилось И стало известно многим О таком и наш рассказ Жил на богунае добрый человек Рудознатец по имени Яков Фамилии его никто и не знал Жили просто И не принято было как-то фамилию называть Старатели часто к себе его зазывали С таким умным человеком поговорить приятно Старательских артелей несколько числилось Первая, вторая, третья, ну и так далее Побеседует Яков со старателями Побудет недолго И уходит в тайгу Подальше Не любил в шумной фатаге работать Не любил Казалось бы, имея дар такой великий Заглядывать в глубины земные Должен Яша в золотые одежды одеваться А скромнее его нет никого Лишнего ему ничего не надо Этому Яше Укажет он людям, где золото рудное Или самородное Шахтеры добычу начнут Шахту делать станут Или драгу деревянную устанавливают А Яшка зайдет в контору Узнает о сроках получки И исчезнет по своим неизвестным делам Пройдет время Оскудеет добыча И позовут Яшу вновь Тихо появится Яков Укажет, где именно нужно углубить шахту А где и чуть в сторону отвернуть Влево или вправо И опять он исчезнет Так же тихо, как и появился Всяко-разно говорили про него Родители Якова староверами были Жили в поселке за рудником Богунайским В поселение староверов летом не пройдешь Заболоченное место Сырое и топкое Конечно, сами староверы тропку знали Но не каждому показывали Не любили любопытство праздного Бесполезного Как они говорили Одевался Яков тоже очень просто И скромно И скромно Ежедневно состояла его одежда Из черной ситцевой рубахи И шапочки монашеской Камилавки Сумка из самодельного полотна льняного Да и посох пастуший Длинный Резьбой украшенный Волосы у него русые Стриженные в кружок А уж глаза Пронзительным взглядом Глаза его смотрят Будто насквозь видят Каждого человека Ничего от него и не утаить Спрашивали его люди о родителях Что за староверы Почему в Сибири оказались А Яшка всегда охотно рассказывал Что родители его сохраняли веру православную В чистоте Придерживались старого устава церковного За это гонениями подвергались И скрылись в лесах Сибири Разве только мои родители Многих в Сибирь сослали принудительно А кто и сам добровольно уехал Однажды видят люди приисковые Идет Яшка на прииск Не один А с девочкой Маленькой Девочка лет семи Едва до пояса Яшки достает Спрашивают у него старатели Откуда девочку взял, а? А он и отвечает В деревне Ильинке Сиротка прибилась Умерли родители у нее А своих и никого нет А девочка умненькая Красивенькая Глазки голубые Косички золотистые И щечки кругленькие Попросил Яшка знакомого охотника Приютить ребенка Пока он сможет дом купить Но долго у охотника Девочка не могла жить Чужая семья Да и дом чужой И своих забот хватает И в то время решило Начальство на руднике Новую шахту открыть Выбирали место для нее А дело-то это непростое Оно знаний требует И сноровки Шахта ведь Не на один год строится Ошибка здесь Просто недопустима Пригласил начальник рудника И странника Якова Обещал заплатить ему щедро Если помощь в выборе места окажет Яков согласился Видели люди приисковые Как ходил странник с посохом По холмам Вдоль речки Багунайки Вдоль ручьев Впадающих в реку Иногда он срезал Веточки лозовника у реки Долго-долго Рассматривал Веточный букет Будто разговаривал с лозою Как с живым приятелем Худая фигура странника В темной одежде Виднелась то здесь То там Не было никакой Ни суеты Ни поспешности В его движениях Сосредоточенность И достоинство Сквозили в каждом Его жесте Иногда Яшка Сидел один На красном Гранитном камне Прислушиваясь К собственному сердцу Или любуюсь Багунайкой Бывал рудознатиц Яков И на скале С рисунками древних людей Скала-то Километра за три От рудника На огромной той скале Выбиты в камни Увеличенные образцы Золота Багунайского Жучки золотые Зернышки Лошадиные головы Песок в виде точек Желтеньких Каменный рисунок Желтой глиной заполнен Оттого и кажется Издали Золотистым Природа Утешала Рудознатца Якова Помогала В трудном промысле Его Вечно зеленые Могучие ели Раскинули Темные ветки Руки Усыпанные Нежными Красноватыми Шишечками А синевато-зеленая Хвоя елей Перемежается Со светлой Почти Фисташковой Хвоей Лиственниц И голубоватой Изящной Хвоей Кедра Кедры Сибирские Удивляли Якова Длинной Необычной Хвоей Кажется Будто Все дерево Ветками И иголками Острыми Устремилось Ввысь Живой Зеленой Свечой И напоминает Так гигантская Растущая Свечка Могучие И с полста В ширину Обмелела Золотоносная После вырубки Тайги В Верховьях Когда вырубили Реликтовые Кедровые Рощи Эх Не поправить Сделанная Но Сильна Природа Живет Она И сражается С жестоким Временем До скорой встречи Размышляя Себе В тишине Вдыхал Яков Всей грудью Прохладный Воздух Воздух Тайги Впитавший В себя Аромат Цветущих Трав Пыльцу Цветов И запах Листьев Необыкновенно Чистый Свежон Будто Живительный Бальзам Какой Распыленный Среди Ветвей Наполняет Грудь Пришедшего В тайгу Вливается И насыщает Человека Приобщая К великому Таинству Жизни Как любил Яша Молчать Созерцать Зеленый Живой Мир Тайги Быстрые Белочки Не замечали Его Занятые Своими Хлоптами Наверное Бельчата В гнездах Появились Забот У них Там Много И Не замечают А полосатые Бурундучки Пробегая Прямо У него Ног Не Прятались Даже За стеблями И корнями Мелькали Их Ярко Желтые Спинки С тонким Черными Полосками А Маленькие Детки Бурундучков Раскачивались Играя На стеблях Иванчая Старый Барсук Пробираясь К укрытой В буреломе Норе Недовольно Фыркнул На озорников Держа В своих Зубах Добытую На охоте Черную Гадюку Уходить Ему Не хотелось И вот Наконец Появился Странник Яков В конторе Пришел К начальнику И говорит Нашел Я место Удобное Для Новой Шахты И С запасом Золота На Многие Годы Только Нынче За труды Свои Попрошу Я денег Чтобы Купить Небольшой Дом Дом Удивился Начальник Да ты же Не живешь На одном Месте Зачем Тебе Дом Для Сиротки Хочу Купить Дом Чтобы Ребенок Не скитался Надо Быть Женщину Хорошую Найти Опекуншу Согласился Начальник С трудознацем Понимал Что Часто Не платили Страннику За Прежние Советы А Теперь Помочь Яше Надобно Через Неделю Отдали Они Якову Один Из Домов Рудника Хороший Такой Добротный Поселили Там Сиротку В доме Жены Старателей За Ребенком Приглядывали Вскоре Женщина Добрая Нашлась Опекунша Из своих Из Богунайских А Рудознатец Яшка Снова Ушел Далеко Странствовать Сказывали Глину Голубую Он Искал Многие Версты Пешком Преодолел И Нашел Ее В Сокаревке Голубую Глину В наше Время Берут Отсюда Мастера Глиняной Игрушки Занимаясь Рудами Сибирскими Не имел Яков Времени Для семьи Своей Совсем Только Лишь Иногда Приходил В купленный Им Дом Гостинцы Ребенку Приносил Самородков Золотых На Прожитие И Знали Люди Для Добрых Дел Золото Яшина Служит Великие Богатства Богуная Открываются Для Дел Добрых А От Злых Прячутся А Девочка Та Выросла Расцвела Прям Вся Стала Сибирячкой Хорошей Труженицей И Матерью Двоих Дочерей Всю Жизнь Странника Якова Она Помнила Как Отца Своего Родного Почитала Сейчас Живет Мария Васильевна В деревне Орловка В Перевезенном С Рудника Богунай Доме Старенькая Уже Стала Но Доброту Якова Она Запомнила На Всю Свою Оставшуюся Жизнь На этом И заканчивается Аудиорассказ Слушайте Также И другие Аудиорассказы По ссылке В описании Снизу Под видео Есть Плейлист Он так и Называется Все мои Аудиокниги И там Есть целая Библиотека Аудиорассказов Я думаю Вы там Точно Еще найдете Для себя Что-нибудь Интересного Автор Борис Путилов Погоня Со всех сторон Обступали Высокие Кедры Пышная Куржавина Свисала С ветвей Белоснежные Шапки Придавили Сучья И пригнули Деревца Тихая Заснеженная Тайга Таила В себе Сказочность Во множестве Мест Следы Следочки Испещерили Пушистый Колючий Снег Среди Деревьев И кустов Извилисто Бежала Наторная Лыжня По ней На широких Охотничьих Лыжах Шел Охотник Проверяя Свои Ловушки Где Подправит Капканы Где Освежит Приманку А из Некоторых Освободит Добычу Он Делал Привычную Работу Быстро И ловко Капканы Не таил Но Ставил Их так Чтобы Они были Незаметными Следы Возле Них Он Тщательно Замаскировывал Охотник По путику Двигался Не спеша Внимательно Присматривался И Все Примечая Вокруг План Попушнине Был Выполнен И он Добирал Сверхплановую Оставалась Нереализованной Только Лицензия На лося Из-за Этого Он И задержался В тайге Но Он Не спешил В тихую Морозную Погоду Зверя Очень Трудно Скрадывать Он Выжидал Ветреную Буранную Непогоду Когда Лес Весь Прям Аж Загудит Когда Можно Скрытно Подкрасться На Верный Выстрел Морозец Был Невелик И Лыжи Негромко Себе Поскрепывали Машинально Передвигая Ноги Охотник Ловил Взглядом Попадающиеся Следы Вот Перескочил Лыжню Соболек А вот Белкины Прыжки Прервались У дерева А вот Здесь По Небольшой Частине Сплошь Наброды Куропаток Дошел И До Старых Лосиных Следов Вначале Два Места Пришли Чуть Подальше Снова Два Следа Он Увидел И Метров Через Двадцать Еще Один Пересек Лыжню Стадо Из Пяти Лосей Прошло Вокольцованной Лыжней Охотника Место Емельян Постоянно Наблюдал Не будет Ли Перехода Не уйдут Ли Они В другое Какое-нибудь Место Лыжня Привела Охотника К избушке Засветло И он Решил Кое-что Сделать По хозяйству Пополнить Запасы Дров Почистить Посуду Прибрать В зимовье Когда Закончил Работу И затопил Печурку Светлая Луна Освещала Успокоившийся Таежный Мир Железо Печки Быстро Нагревалось Отдавая Свое Тепло Вскоре Забурлила В котелке Похлебка Емельян Отодвинул Котелок И поставил На огонь Чайник Приготовил На столе Скромный Ужин И вдруг Вспомнил Что сегодня Должна Состояться Связь С охотоведом Тот Небось Уже Его Вызывает И он Сразу Включил Рацию И действительно Послышались Его Позывные Он Ответил Охотовед Настоятельно Говорил О том Что завтра За ним Вылетает Вертолет И чтобы После обеда Он был Уже Готовым Синоптики Дают Прогноз Надвигается Буран И снегопад Насколько Времени Запят Неизвестно С этим Вертолетом Не выберешься Придется Сидеть Тебе В тайге И ждать Погоды Так что Готовься Завтра Емельян Торопливо Ответил Я план Весь Еще Не выполнил Как Весь Не выполнил Ты Еще Когда Мне Говорил Что Сверх Плана Добираешь А Тут Вертолет Подвернулся А он На тебе Не выполнил Попушнини Не выполнен Попушнини Слышишь Прием Раздельно Прокричал Емельян А по Мясной Лицензии Я еще Не добыл Недельку Полторы Мне еще Надо Понимаешь Вакурат Буран Начнется И я Добуду Ну Как Знаешь Емельян Егорыч Смирительно Проговорил Охотовед На связь Только Каждый День Выходи В это же самое Время Не Теряйся Ну Все До Завтра Тогда Попрощался С ним Охотовед Емельян Слушал Его И Согласно Кивал Головой До Завтра Ответил Он И Выключил Рацию В тайге Ему Вдруг Надоело Сидеть Хотелось Ему Домой К Семье Сообщение О перемене Погоды Подняло Ему Настроение Осталось Ждать Недолго Отстреляет Лося А тогда Хоть пешком Махнет Домой Мясо Можно Будет Потом По погоде И на Буране Вывести Поужинав Он Включил Транзисторный Приемник И Лежа На нарах Подпевал Знаменитой Певице Знакомую Песенку Вскоре Концерт Закончился Дрова В печерке Прогорели Тепло И ужин Разморили Емельяна Подбросив Дровишек На красные Угли Задув Керосинку Он Лег Спать Завтра Послезавтра Заколовертит Капканы Надо Быть Закрыть Отрывочные Мысли Его Исчезли Голова Куда-то Мягко Мягко Провалилась И он Погрузился В глубокий И спокойный Сон Утром Утром Он 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 С Он После Новостей Диктор Зачитал Данные Синоптиков Надвигался Циклон Ожидался Снегопад И ветер С порывами На закате Солнце Садилось Не за горизонт А в темную Грязную Полосу Туч Быстро Затеняющий Небосклон Лес Притих И Затаился А ночью Тайга Зашумела И Пошел Снег Утром Как обычно Емельян Направился По путику Посмотреть Не стронули Ли Непогода Лосей И не ушли Ли Они В другое Место А заодно И закрыть Капканы Сезон Таки Окончен Порывы Ветра Раскачивали Вековые Кедры Сбрасывая С веток Большие Комья Снега А свежая Пороша Обновляла Обеляя Землю Старые Набеги Следов Запорошила И капканы Заснежила Вверху Тайга Гудела Стонала А внизу Спокойно Сыпал Небольшой Снежок Оттеплила Настабмяк И осел В цели Кити Стало Тяжело Лыжи Глубоко Проваливались Не шли На подъем Емельян Недолго Задерживался У капканов Ходом Шел К молодому К березничку Где не раз Видел Переходы Лосей Считал Что если Они пойдут То обязательно Именно Здесь В густой Поросли Лыжня Извивалась Змеей В березняке Вытянувшейся На старом Вырубе Не было Возможности Проложить Прямой след Так густо Он рос Там Выворачивая Ноги То влево То вправо Охотник Медленно Продвигался Пробравшись Сквозь чащу На выходе Из нее Он неожиданно Наткнулся На свежий Переход Осмотревшись Пробежал Еще Некоторые Расстояния Проверил Один или Несколько Переходов Сделали Лоси Перешел Один Зверь Остальные Находились На месте Тогда он Решил Последить Этого На переходе Сбросил Рюкзак Достал Халат И облачился В белое Спешно Стал Снежить Вслед Оставив Вещи На лыжне Налегке Сподручнее Бежать На ходу Вложил Пулевой Заряд В одностволку И взял В рукавицу Два Запасных Ибо Конетелиться В патронташе В самый ответственный Момент Не будет Такой Возможности Кесовые Лыжи Мягко И бесшумно Топчут Свежую Порошу Местами Проваливаясь В уброд Ходки Охотник Боялся Быть Обнаруженным Прежде чем Он увидит Лося Лось Это Чуткий Зверь Осторожный Постоянно Следит За своей Безопасностью А Емельян Охотник Со стажем Осторожно Скрадывая По следу Почувствовал Присутствие Добычи Однако Как это Зачастую Бывает Обнаружился Зверь Совсем Неожиданно Он Лежал Между Сосен На Чистом Снегу Чернела Его Спина Голова Была Скрыта За Стволом Дерева Перед Охотником Метрах В десяти Огромный Сугроб Наметенный Возле Густого Кустарника Он Помог Охотнику Приблизиться На Верный Выстрел За укрытием Простелалось Чистое Открытое Пространство Без Костов И Деревьев Опытный Следопыт Подошел С подветренной Стороны И Зверь Учуять Его Не мог А Ветер Разгуливающий В кронах Деревьев Создавал Такой Шум Что Ход Косовых Лыж По Мягкой Снежной Целине Не Был Слышен Вовсе Белый Халат Слившийся Со Снежным Покровом Делал Его Тоже Невидимым Вначале Охотник Разглядывал Лесного Великана Потом Приподнял Ружье Однако Стрелять Было Неудобно Лучше Если бы Лось Встал Тогда Мишень Во много Раз Уже Увеличится Емельян Продолжая Наблюдать Надломил Ветку Куста И Раздался Треск Лось Вскочил Настороженно Поворачивал Голову И Поводил Большими Ушами Охотник Медленно Соединил В одну Прямую Прорезь На колодке Ружья С мушкой И С основанием Лопатки Зверя И Плавно Нажал Курок Сухо И Резко Прозвучал Выстрел Лось Стряхнулся По шкуре Пробежала Дрожь Попал Сразу же Промелькнуло В голове Емельяна Теперь Должен На меня Пойти Сахатый Медленно Развернулся И Неспеша Пошел В направлении Охотника Ружье Было Готово Со Звежим Патроном Прогремел Еще Один Выстрел Лось Стряхнулся Это Верный Признак Что и Второй Жакан Достиг Своей Цели Третий Заряд Лежал В Патроннике Емельян Приложил Одностволку К плечу Сосредоточенно Прицелился В бредущего Зверя Выцелил Убойное Место И Снова Нажал На курок Вот Теперь Это Должен Точно Упасть Подумал Он Но Лось От выстрела Только Качнул Головой И Так же Медленно Свернул За дерево Емельян Смотрел На удаляющуюся Добычу И Лихорадочно Доставалось Патронтажа Очередной Свой Заряд Сахатый Зашел За деревья Охотник Не мог Вставить Патрон В ружье Никак Не вставлялось Руки От волнения Так Тряцлись Он Это Заметил Остановился И Заставил Себя Успокоиться Зарядив Ружье Он Подошел К месту Где прошел Лось На снегу Отчетливо Цепочкой Тянулись Капельки Крови Было Очевидным Что пули Ранили А судя По поведению Зверя Он должен Был Где-то Недалеко Лечь Емельян Хотел Был Вернуться За рюкзаком Прошло Бы Время И Добыча Залежавшись Уже Не поднялась Но Порыв Преследования Поторопил Его Идти Раненый Зверь Обычно Ложится И Если Его Не тревожить Какое-то Время То Он Залеживается И Становится Легкой Добычей Но Если Его Потревожить Он Обязательно Уйдет Охотник Видел Что Выстрелы Были Верными И Лось Должен Упасть Где-то Здесь Рядом Очень Легка И Желанна Была Добыча Он Поддавшись Этому Соблазну Заспешил По следу Не Таясь И Не Скрываясь Вскоре Он Обнаружил Его Лежащим Возле Густых Кустов Голова Была Опущена В Снег И Он Лежал Вытянув Ноги Но Из-под Лыжи Раздался Треск Сломанной Сухой Валежины Лось Сразу Поднял Голову Потом С трудом Вскарабкался На ноги Широко Расставив Их И Повернулся К Охотнику Он Стоял Раскачиваясь Из стороны В сторону И Емельян Подумал Что Звер Сейчас Вот Вот Упадет Но Лось Стоял Охотник Некоторое Время Был В Нерешительности А Потом Вскинул Ружье Но Стрелять Было Неудобно Из-за Кустов И Он Стал Их Обходить Сахатый Медленно Развернулся И Скрылся В чаще След Повел В сторону Путика Пересек Лыжню И Направился В Березняк Где Находился Табун На путике Оставив Преследование Охотник Свернул Обратно За рюкзаком Когда Он Вернулся На след Прошло Уже Часа Два И Надежды На удачный Исход Увеличились Лось Лежал В своей Естественной Позе Отдыхал Емельян В надежде Что охота Подходит К концу И зверь Не должен Будет Встать Открыто Шел К нему Но Сахатый Не подпуская На выстрел Вскочил И Моментально Исчез Лешка Оказалась В многочисленных Кровавых Пятнах Но Следы Вмах Уходили В тайгу Емельян Пробежал По следу И Убедившись Что лось Прямо Пошел На север К глухому Озеру Оставил Преследование День Кончался И Нужно Было До темна Успеть Добраться До зимовья Выверив Напрямую Направление По компасу Он Пошел К избушке С намерением Завтра Уже Возобновить Эту Погоню Рано Рано Еще Затемно Емельян Вышел Из избушки И Утренние Сумерки Встретил В тайге Вчерашнее Счастливое Волнение Прошло Но Надежды Найти Ушедшего Лося Оставались Подранка Нужно Было Добирать Вскоре Нашел След И Продолжил Его Следить Ровно Не Петляя Зверь Уходил От Своей Опасности Широким Шагом Проследовал Он Еще Три Четыре Километра Потом Приостановился Слушал Нет Ли Погони За ним И Спокойно Пошел Дальше Темный Кедрач Сменился Ущербным Сосняком Тянувшимся По узкому Болоту А За болотом Начался Смешанный Лес С Высокими Осинами И Березами Здесь След Совсем Утихомирился Пошел Спокойнее А Вскоре И вобще Забродил Запетлял И Навел На первую Лежку Охотник Насторожился И Стал Пристально Осматривать Местность Справа В метрах Где-то Семидесяти Он увидел Между деревьями Спешно Убегающего Потревоженного Лося Пока Зверь Скрылся Емельян Успел Выстрелить Догонку На снегу Охотник Нашел Срезанные Шерстинки И свежие Капли Крови К старым Ранам Добавилось Новое Но Была Не опасна Так как Добыча Все еще Продолжала От него Уходить Вот так Погоня Продолжалась До самого Вечера От избушки Емельян Ушел Далеко И было Уже Очевидным Что Эта ночь Пройдет Унадьи Запорошил Редкий Снежок Нужно Было Останавливаться И оборудовать Ночевку Спал Он Очень Плохо Совсем Не отдохнул Да И Дневной Запас Продуктов Подходил Уже К концу Длинная Зимняя Темная Ночь Короталась С кипятком Из Сталого Снега Закрашенного Чагой Хорошо Хоть Что погода Стояла Теплая Но Частенько Принимался Сыпать Снег Да И Порывы Ветра В кронах Сбрасывали Остатки Залежалого Снега И Вот Почуть Почуть Стало Проглядывать В тайге И Емельян Возобновил Погоню Лось Свернул На Восток Направился В соседний Район Где Владение Других Охотников Но Он Шел За Раненным Зверем Часа Через Два Он Набрел На Лежку Она Была Чуть Примята А Вокруг Все Было Истоптано Зверь Здесь Не Отдыхал А Размашистые Следы Круто Поворачивали На Юг Охотник Осматриваясь Старался Найти Ответ На Столь Беспокойное Поведение И Поспешное Бегство Но Ничего Так И Не Обнаружив Он Пошел За Ним На Юг Долго Пришлось Смесить Снег Лось Кидался То В Одну То В Другую Сторону Но Свое Направление Так И Держал На Юг Емельян Вышел На Прогалину Где Снег Был Утоптан Сахатый Топтался На Месте Но Не Ложился Не Видно Было Ни Одной Лешки С Прогалины След Повернул На Запад И Пошел Уже Свежий Значит Лось Где-то Близко След Укорачивался И Было Очевидным Что Зверь Изрядно Уже Подустал Но Было Совсем Непонятным Почему Он Не Ложится И Ведет Себя Вот Так Вот Беспокойно При Этом Тяжело Раненый А В этом Емельян Не Сомневался Сахатый Не Должен Был Так Метаться Ты Тем Более На Махах Проделывать Вот Такой Вот Путь Следы Пошли По Согристым Непроходимым Местам Лось Старался Тщательно Уйти От Преследования Охотник Все Гадал Сейчас Он Уходит От Меня А Что Его Беспокоило До Этого А Сахатый Проделав Огромнейшее Кольцо Вернулся На то Место Где Его Выследил Охотник На Свои Старые Следы Присыпанные Снегом А Охотник Встал На Свою Лыжню Проложенную По Путику След Повел Вдоль Нее И Вдруг Емельян Увидел По Другую Сторону Лыжни Еще Чей-то След И Сразу Ж Свернул К Опытному Следопыту Было Достаточно Одного Только Взляда Чтобы Определить Это Был Волк Стало Сразу Понятным Такое Поведение Лося Он Уходил От Преследования Волка Хищник Почуявший Кровь Подранка Стал Гнать Его Волки Появились Недавно Совсем Недавно Лесные Пожары Пригнали Их С Востока Зверь Крупный И Сильный Некоторые Добытые Особи Весили До Ста Килограммов Емельян Видел В Каб Зверопромхозе Шкуру Такого Волка Но На Своем Участке Раньше Следов Таких Не Встречал Хищники Успели Расплодиться Здесь И Изрядно Сократить Поголовье Лосей Охотник Прикинул Что Из этого Он Может Извлечь Двойную Пользу Дождавшись Когда Волк Загонится Хатова Зарежет Его То Он Сможет Добыть К лосю Еще И Волка При Этом С Этой Идеей Он Стал Ити По Следу Хищника Который Все Равно Приведет Именно К лосю А Сам Будет В поле Зрения Охотника На Вырубах Обнаружилось Еще Два Следа Было Три Волка Емельян Подумал Оставить Уже Эту Затею Но Тут же Родилась Гордость Опытного Охотника Был Случай Когда Он Преследовал Раненую Рысь А Этот Коварный Хищник Во Много Раз Опаснее Волка Но Вышел Победителем Однако Три Волка Усложняли Скрытый Подход К Зверям Многократно Усложняли Волки Нагоняли Измотавшегося Сахатова Двое С боков А один Вслед Емельян Сразу Понял Что Началось Нападение На Бедного Лося И С крайней Скрытностью Зорко Всматриваясь Чаще Молодого Подроста Приготовив Ружье С патронами Медленно Пробирался Сквозь Поросль Березняка Он Не увидел Не услышал А Почуял Запах Свежей Крови Место Развязки Было Совсем Рядом Он Крадучись Подобрался К Небольшому Прогалу И Сквозь Ветки Он Увидел Как Три Волка Висели На Холке Велика На Тайге И Рвали Его Незащищенную Шкуру Но Лось Не Падал Он Стоял И Качался Из Стороны В Сторону Не В силах Уже Бежать И Сбросить Своих Кровожадных Хищников А Волки Все Терзали И Грызли Сахатова Подбираясь К его Горлу Одному Волку Удалось Полоснуть Клыками По шее И Хлынула Кровь И Могучий Исполин Упал На Подкосившиеся Передние Ноги И Потом Завалился На Бок С Рычанием Набросились Они На Сдрагивающего И еще Живого Быка Раздирая Ему Брышнину Емельян Прицелился В одного Из Волков И Выстрелил Моментально Серые Исчезли А Подстреленный Подвывая Полз В кусты Оставляя Кровавый След Издыхающий Хищник Оскалил Клыки Когда Подошел Охотник Тратить Патрон Он Не Стал Добил Волка Топором Стал Готовить Место Для Костра Обтоптал Снег Приволок Сушняку И Развел Костер Срубил Сухое Дерево Разрубил Его На Две Части И Приволок Костру Надо Устроить На Ночь Костер Надью Покончив С костром Принялся Разделывать Лося И Уже В густых Потемках Поставил Вариться Мясо При Свете Костра Пока Готовилась Еда Он Содрал Шкуру С Волка Пригодится Для Подстилки Тяжелый День Тотный Ужин И Тепло Костра Совсем Разморили Охотника И Емельян Задремал Очнулся Он Внезапно От Странного Тревожного Чувства Он Открыл Глаза И Сразу Увидел Оскаленные Белые Клыки Потянулся К ружью Но Послышалось Гортанное Рычание И Он Инстинктивно Отпрянул Костру И Разворошил Пламя Волк Скрылся В тени И Охотник Схватил Своё Ружьё Немешкая Сбросил Предохранитель И Выстрел Туда Где Исчез Зверь И Вдруг Повисла Предательская Тишина В Ночи Емельян Оглядывался Готовый В любой Момент Выстрелить Однако Кругом Было Спокойно Он Успокоился Пододвинулся К Костру Держа Наготове Ружьё Одолевала Дрёма И Ему Приходилось Прикладывать Усилия Чтобы Не Заснуть Неожиданно Бесшумно Налетела Тень Ударила Клыками В плечо И Сразу же Исчезла Охотник Сразу Вскочил Ничего Так и Не поняв Если Бо Непорядочный Клок Куртки Вырванный На плече То он Мог бы Подумать Что-то Ему Даже Приснилось Настороженно С ружьём На взводе Он Осматривался Вокруг Готовый В любое Мгновение Пустить Пулю В любое Подозрительное Место А Вокруг Было Тихо И Спокойно И Только Болтающийся Клок Напоминало Происшедшим Емельян Напряжённо Всматривался В темень Которая Усиливалась От пламени Костра Скрывая Хищников Горя Желанием Рассчитаться С наглым Разбойником Тень Мелькнула За кусты И тут же Раздался Выстрел Разорвал Гнетущую Тишину Но Перезарядить Стрелок Не успел С грозным Рычанием Волк Бросился На охотника В мощном Прыжке Емельян Машинально Защитился Ружьём И это Спасло Его От острых Клыков Но Огромный Зверь Сбил Своя Масса И охотника С ног Не дав Даже Опомниться Серый Проворно Наскочил Вновь И Завязалась Борьба Хищник Был Крупный Сильный Но И охотник Ему Не уступал Схватив Волка За шею Он Как Клещами Сдавил Ему Со Всей Силы Горла Зверь Хрипел И Извивался Емельян Изловчившись Опрокинул Волка И придавил Его К земле Достал Нож И Несколько Раз Ударил Широким Клинком В Его Лохматый Бок Охотник И Перелом Переломив Ключицу И Пропорол И Волка Человек Теряя Сознание Ощутил Как Предсмертно Вздрагивает Издыхающий Зверь Мертвой Хваткой Продолжая Сдавливать Его Плечо Первое Что Почувствовал Емельян Очнувшись Это Нестерпимый Холод Шевельнулся И Острая Боль Пронзила Всю Его Левую Сторону Окончательно Приведя Его В чувство Превозмогая Боль Освободился От Оскаленной Застывшей Пасти Стараясь Даже Не двигаться Он Восстановил Все В памяти Все Что С ним Здесь Случилось Чадящие Угли В костре Говорили О том Что Прошло Уже Порядочно Времени Пока Он Был Без Сознания Небо Уже Начинало Светлеть И Наступал Рассвет Емельяну Предстояло Проделать Не столь Продолжительный Но Мучительный Путь До своей Избушки Хорошо Что беда Еще Произошла Вот так Вот Не так Далеко От избушки Подумалось Ему Выйти В эфир С позывными Кооб Зверпромхоза И ждать Помощи Надо Было Сразу Уже И Самому Из Тайги Мне Не Выбраться Подумал Он На Этой Ноте И Заканчивается Аудиорассказ От Себя Хочу Сказать Читать Рассказ Мне Тут Было Немного Сложно Какие Конструктивно Предложения Как То Не Чувствуется Что Дилетант Это Все Писал Я Старался Их Так В кучу Все Это Все Построить Но Вот А Вот Вот Что Что Doesn't Прик